Сегодняшняя тема В городском пульмонологическом центре будут оказывать помощь больным, страдающим тяжелыми формами бронхолигочной патологии. В том числе, впервые в нашей стране в центре будет предоставлена возможность проводить длительную кислородотерапию пациентам с заболеваниями органов дыхания, осложненными хронической дыхательной недостаточностью. Сегодня пятилетняя выживаемость таких пациентов составляет всего 2%. Длительная кислородотерапия, которая уже более 30 лет используется за рубежом, продлевает их жизнь на 10-15 лет. Впервые она будет адресной и постоянно использоваться в лечении петербуржцев. Городскому пульмонологическому центру предстоит решить много задач, в том числе по раннему выявлению, профилактике, лечению и составлению регистра пациентов пульмонологического профиля с хронической дыхательной недостаточностью, внедрению в практическое здравоохранение современных методов респираторной терапии, в том числе длительной кислородотерапии на дому, озадачила создателей центра вице-губернатор Ольга Казанская. Подробнее о новом пульмонологическом центре читайте здесь. Центр представляет собой амбулаторное отделение, рассчитанное на 2500 посещений в год. И стационар на 5 коек, куда будут госпитализировать пациентов для уточнения потребности в длительной кислородотерапии, подбора индивидуального режима вентиляции кислородом и коррекции базисного лечения. По показаниям они получат кислородные концентраторы для использования в домашних условиях. А затем будут наблюдаться специалистами своей районной поликлиники. Сегодня же для пульмоноловов и терапевтов, врачей общей практики, состоялась научно-практическая конференция, приуроченная к открытию центра. На ней обсуждались не только медицинские аспекты в лечении пациентов с бронхолигочной патологией, но и организационные вопросы, кого и как будут направлять на консультацию и лечение в новый центр. Чтобы попасть в центр по полису ОМС, бесплатно, петербуржцу следует получить у терапевта, врача общей практики, пульмонолога поликлиники или городского стационара, после курса интенсивного лечения, направление определенной формы. Запись на прием по телефону, указанному в направлении. Справка в Петербурге. Около 144 тысяч человек страдают хроническими заболеваниями органов дыхательной системы. Больше 2000 из них, с Хобель, 1600 из них страдают тяжелой и крайне тяжелой формой. 500 человек, нуждаются в длительной кислородотерапии на дому. Их число увеличивается ежегодно на 20-30 человек. Будь здоров и подписывайся!